Как эти бои идут и где у нас есть успехи, где нам сложнее, нам это вооруженным силам Украины. Давайте обсуждать с военным экспертом. Олег Владимирович Жданов сейчас подключается к нашей беседе. Олег Владимирович, приветствуем. Добрый вечер. Добрый вечер. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, какие события последних нескольких дней на поле боя имеются в виду, заставили вас обратить на себя ваше внимание? Внимание обращает на себя это сватовское направление, потому что пока, к сожалению, генеральный штаб не подтверждает, но, как говорят некоторые источники, мы там имеем определенный успех и пытаемся его развивать. И внимание очень серьезно привлекает херсонское направление. Почему? Потому что там противник всеми силами, правдами и неправдами, пытается усилить эту группировку. И, судя по вчерашней информации, ему это удается. На сегодняшний день она уже насчитывает порядка 30 тысяч военнослужащих, что для нас может быть проблематичным при освобождении этих территорий. Олег Владимирович, но если все-таки вооруженным силам Украины удастся взять под контроль Каховскую ГЭС, насколько вообще будет вероятность отойти этой группировки назад или там настрой исключительно на городские бои? Вот расскажите, как вы это видите, уже исходя из своего опыта? Из моего опыта, я думаю, что Россия будет сражаться до последнего солдата. Во всяком случае, будут из-за градотряды. Почему? Потому что, по некоторой информации, и Путин отдал приказ ни шагу назад. Ну и если вы посмотрите на карту, то надо понимать, что правобережье, вот этот плацдарм на правом берегу, он держит всю оборону запорожского направления от перешейка Крыма до Васильевки. Это все обвалится, если мы выйдем, просто выйдем на правый берег Днепра. Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, а те оккупанты, которых сейчас перебрасывают на украинскую территорию, в каком состоянии их перебрасывают, каков уровень их подготовки, каков уровень их обмундирования, каков уровень техники, которую им выдают, если выдают, конечно? Ну, скажем так, по уровню подготовки практически нулевой. Почему? Потому что с ними не... Ну, смотрите, молодой солдат 6 месяцев. 6. Неподготовленный резервист примерно столько же должен учиться. Если резервист когда-то проходил службу в рядах вооруженных сил, то хотя бы для восстановления навыков надо как минимум 3 месяца. Вот. У них меньше месяца проходит между получением повестки и прибытием в Украину. Вот на сегодняшний день. Кстати, ну, скажу так, молодцы, россияне пусть стараются дальше. Там на федеральных каналах звучат еще и претензии к Министерству обороны, что очень долго, целый месяц вы не отправляете мобилизованных на фронт. Так что пусть отправляют. Они на правильном пути, будем так говорить. Что с техникой? Что касается... Да. Да, Олег Владимирович, а что с техникой? Что касается техники и экипировки этих людей, то она оставляет желать лучшего. По экипировке огромные проблемы, особенно с зимней формой одежды. Ну, даже тот факт, что они снимают с НЗ кирзовые сапоги. То есть вопрос о берцах и вопрос о трековых ботинках для военнослужащих вообще не стоит. Кирзовые сапоги и портянки. Учатся мотать портянки. Даже таких вот нюансов... Много в них не навоюешь. Если ты не умеешь мотать портянки, то это не боец. Со стертыми ногами от него толку не будет. Что касается техники, то техника уходит в историческое прошлое. Причем, чем дольше идет война, тем глубже в историческое прошлое уходит техника. Фактически, сегодня основным боевым танком становится Т-62. Причем, это Т-62 без каких-либо вариантов модернизации. Это просто технически исправный танк. Плюс артиллерия уходит. Уже появились гаубицы Д-1 43-го года образца. Я так понимаю, что и к 62-кам, и к Д-1 есть огромное количество еще боеприпасов. Но они вылежали установленные сроки. Поэтому по мирным условиям их нельзя применять. По военным условиям фактически это русская рулетка взорвется в стволе, или улетит и взорвется в районе цели. Или может вообще не взорваться. Да, очень интересно слушать реальные вещи о снабжении оккупанта на фоне заявлений Путина в Валдае о том, что мы ничем не жертвуем, мы работаем над укреплением нашего суверенитета. Это в наших интересах. Вот эти потери в 70 тысяч почти человек личного состава. Да, но это же потери не признает. Он же говорит, что потери в 10 раз меньше, чем у украинской армии. Слышали? Да, я слышал это заявление. Ну, в принципе, и вещи послушал из любопытства. Свел ее двум тезисом. Первый тезис, он считает, что он ведет, он хочет возглавить, точнее, дает намек, что он хочет возглавить антиколониальное движение на планете. Вот. Ну, так намекалось там для стран Латинской Америки. То есть намекает на скорый распад Российской империи. То есть не будет колоний российских. Потому что, да, если вспомнить лозунг советских, поздних советских времен, то это, а, нет, при Сталина еще был лозунг, появился, что СССР это тюрьма народов. Вот. И второй месседж, который я услышал в его речи, очень хочу переговоров. Очень хочу переговоров. Да, но, кажется, Владимир Зеленский четко дал понять, что перекращение огня, в первую очередь, нет, тут намек на Запад. Тут намек не на нах, а он хочет очень переговоров с коллективным Западом. Олег Владимирович, вот хочется с вами обсудить, как с человеком... О, кстати, да. Олег Владимирович, у вас свет вырубили? Или все-таки мы можем? Ага. А вот так бывает. А очень важные вопросы еще остались для Олега Жданова. Ну, давай напомним, почему такое может происходить, причем довольно часто. Дело в том, что из-за массированных обстрелов гражданской инфраструктуры в Украине, российскими оккупантами, естественно, эти обстрелы производятся. Очень часто вынужденно сейчас происходит веерное отключение подачи электроэнергии. В противном случае энергетическая система Украины не будет справляться с поставленными задачами. Задачи, поверьте, сейчас стоят довольно серьезные, и иногда приходится экономить даже таким образом. Продолжение следует...